Радио Минск. Объяснительное. Спасатели это наше все. Понимаете? Сколько разных ситуаций бывает, они помогают преодолевать людям. Поэтому спасибо вам за вашу работу. И ближайшие выпуски Объяснительное-Пояснительное мы записали у наших друзей из МЧС города Минска. Съездили вчера, посмотрели, там у них средства пожаротушения какие-то. Побывали в музее, Виталий Владимирович во второй раз, я в первый был. Да, музей огня. Музей огня так называется. Да, так называется. Музей МЧС, там такие панорамы. Там так все красиво показано. О самом большом пожаре рассказывают в Минске. Вроде бы страшно и красиво одновременно. Да, да. И очень помогает, так сказать, не терять бдительность. Вот там какие-то примеры, какие-то случаи, какие-то цифры, факты. Поэтому и вам желаем не терять бдительность. И сейчас участвовать в нашей рубрике. Подарк у нас от МЧС. Подготовлен прекрасные сувениры интересные. Там, ну, не будем все перечислять. Сами увидите, когда получите этот подарок. Для этого нужно будет опознать слово. Сейчас включаем, как сотрудники Минского МЧС описывают одно слово, связанное с их профессией. Описывают с разных сторон жизни. Как только вы поймете, что это за слово, присылайте его в виде смс на номер 9240. Кто первым присылает правильное слово, мы через 10 минут с вами связываемся, задаем дополнительный вопрос, подсказываем всячески и отдаем подарок. Вот так вот все просто, казалось бы. Но определите, пожалуйста, что это за слово нам описывают. Смс на номер 9240, включаю объяснение. Теплое море. На курортах бывают такие вечеринки. Она широко применяется на аэродромах для покрытия взлетно-посадочной полосы. Идут волны и образуют. Если употребить в уменьшительно-ласкательном значении, образуется на молоке. А из выходит афродита. Она может быть монтажной, пивной, для бритья, огнетушащей. Ее добавляют в ванну, чтобы расслабиться. Из какой пивной составляющей на морской вечеринке вышла афродита, чтобы расслабиться? 9240, ждем это слово на номер... Короткий, короткий. И через 10 минут свяжемся с тем, кто первым прислал правильный ответ. Пояснительное. 10 минут назад мы включали запись того, как наши друзья из МЧС города Минска объясняют слово, связанное с их профессией. И первым правильный ответ прислал Сергей. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Доброе утро всем. Сергей, давайте послушаем еще раз объяснение, а потом назовете слово и зададим вам дополнительный вопрос. Хорошо? Да, да, слушаем. Отключаем. Теплое море. На курортах бывают такие вечеринки. Она широко применяется на аэродромах для покрытия взлетно-посадочной полосы. Идут волны и образуют... Если употребить в уменьшительно-ласкательном значении, образуется на молоке. А из... Выходит афродита. Она может быть монтажной, пивной, для бритья, огнетушащей. Ее добавляют в ванну, чтобы расслабиться. Сергей, что это за слово такое многофункциональное? Пена. Пена. Совершенно верно. Знаете, Сергей, вот дополнительный вопрос. Нам тоже помогали составлять сотрудники МЧС, поэтому он не будет носить традиционно музыкальный характер. Ну, а праздничный, в День спасателя. Они о своем оборудовании тут задали вопрос. Вы вот сталкивались хоть раз в жизни с сотрудниками МЧС? Ну, может, приятельствуете с кем-то? Ну, вообще, бывало, даже по случаю, у нас на даче баня горела, поэтому приходилось встретиться. Ну, все удачно вышло, в общем, нормально. Надеюсь, больше в вашей жизни подобных встреч не случится, только если в дружеской какой-нибудь компании. Ну вот, а мы про оборудование сотрудников МЧС вопрос вам сейчас зададим с вариантами ответов. Да. Скажите, пожалуйста, как называется лом специально многофункциональный в подразделениях МЧС, который вскрывает двери, там, срывает петли, открывает крышки? У него есть такое простое человеческое название. Лом-хулиган, лом-бандит, лом-сорванец или лом-головорез? Можете пока предположить что-нибудь? Что ближе вот к вскрытию дверей, срыванию петель и открыванию крышек гидрантов? Хулиган, бандит или сорванец с головорезом? Бандит? Бандит, думаете? А сейчас подсказка литературная. Бандит, это такая серьезная, по-моему, стихи. Предположил, да. Да, предположили. А вы читали «Золотой теленок», может, помните, в фильме было, когда планировали нападение на Корейка. Почему не ограбить? Это же так просто. Вы жмете его влево, я жму его вправо. Он мне говорит «Вы…» Его называют это слово, да. Потом «Я» и опять это слово. Так вот, какой он говорит «Вы головорез?» Он говорит «Я головорез, вы сорванец?» «Я сорванец!» «Вы хулиган, я хулиган!» Вот, какой вам ближе? Очень похоже на хулиган. Совершенно верно. Действительно, лом-хулиган называется так этот инструмент. Мы вас поздравляем. Расскажем сейчас, как забрать подарок. Спасибо за участие большое. Оставайтесь на связи.